Оперативное совещание в правительстве в минувший понедельник было как кратким, так и почти пустым, но кое-что из него мне выудить получилось. Во-первых, в строках Радий Хабиров объявил о том, что всемирная и межгалактическая опимундия в Башкортостане откладывается до 2022 года, сообщил об этом Радий Хабирович даже с некоторым облегчением. Очевидно, что республиканские власти и лично он не до конца понимали, зачем это все нужно и какую информационную и пиар-пользу можно из этого извлечь. А само по себе мероприятие было каким-то мучительно непонятным. Ну, в общем, слава богу и спасибо ковиду, как сказал Радий Фаридович, будет больше времени подготовиться. Не факт, что это непонятное никому опимундия вообще состоится в республике Башкортостан даже в 2022 году. А далее в самом начале оперативки случилась самая главная новость этой оперативки. Радий Хабиров сообщил о создании некого ситуационного центра по борьбе с пандемией COVID-19. Мы уже немножко запутались в этих всяких штабах, центрах и всевозможных, значит, центрах управления полетами и не только полетами. Ну, в общем, вот новый ситуационный центр, и он будет посвящен борьбе с ковидом. Так он и называется, ситуационный антиковидный центр республики Башкортостан. Возглавит этот центр, созданный указом ради Хабирова, депутат госсобрания и какой-то традиционно давнишний наш медик Римма Амировна Утяшева. Надежный кадр, который никогда не подводил команду Хабирова, то есть в случае, когда нужно что-нибудь поддакнуть, поддержать или, значит, с чем-то согласиться. Лучше, чем Римма Амировна, конечно, с этим никто не справлялся. И вот ей теперь поручили руководить этим центром. Что, собственно, это такое, что это за центр и с чем его едят, ради Хабирова разъяснил сразу же. Хабиров обратил внимание всех, значит, слушающих и желающих на то, что граждане сейчас в этой непростой ситуации, оказывается, не могут дозвониться до медицинских учреждений, не могут вызвать скорую помощь. Скорая помощь, как известно, у нас иногда не приезжает сутками, а иногда вообще не приезжает. И такое случалось. Люди не могут дозвониться в поликлинике, в лечебное заведение, никуда. И вот Радий Фаритович создает спасительный ситуационный центр. Собственно, это будет некий колл-центр, куда можно будет дозвониться. Остается совершенной загадкой, зачем. Дело в том, что да, там будет некоторое количество врачей из университета привлеченных, которые там тоже будут работать, по крайней мере, так заявил Хабиров, но в основном это будут операторы колл-центра. То есть, ну да, вы звонили в скорую помощь, не дозвонились, а люди в скорую помощь когда звонят? Когда у них совсем все плохо, ситуация критическая. Ну, кто-то, извините, умирает. И вы не дозвонились до скорой помощи, но зато вы дозвонились в ситуационный центр. И что там с вами случится? Правильно, там вам разъяснят ситуацию. Именно так сказал Хабиров. Он именно так и сказал, что там разъяснят людям ситуацию и им от этого полегчает. То есть, чудодейственность вот этого разговора, она имеет такую силу, что у людей даже, видимо, будет отпадать потребность в приезде экстренной неотложной медицинской помощи. Ну, честно сказать, большей глупости я в последнее время не встречал. Я уж не знаю, чем там кто, как убедил Хабирова в необходимости вот подобных мер. И очень странно, что во всей этой истории нигде там не торчит Ахмадинуров или, тем более, какой-нибудь Глеб Глебов. Но это вот примерно их уровень глупости и нелепости мероприятия, которое нам рассказал Ради Хабиров. То есть, скорую медицинскую помощь будут оказывать по телефону не врачи. Вот в этом, собственно, и заключается суть вот этого ситуационного центра антиковидного по республике Башкортостан. Дословно, Хабиров об этом сказал так. Часто человеку достаточно, чтобы ему разъяснили ситуацию или посоветовали, где получить помощь. Ну, то есть, получается так. Человек звонит в панике и говорит, я в поликлинику или в скорую помощь не могу дозвониться. А ему говорит Римма Амировна авторитетно так, не волнуйтесь, объясняю вам ситуацию. А помощь у нас, например, оказывают в поликлинике. Ну, так я же туда дозвониться не могу, говорит абонент. Спокойно, уясните ситуацию. Ну, и так до тех пор, пока вот уяснение ситуации не поставит человека перед, видимо, необходимостью отказаться вообще от всякой помощи и самому спасаться. Ну, странно, что вот на это, собственно, повелись на самом деле врачи. Ну, Римма Амировна Утяшева, она как-никак все-таки врач. И, ладно, Хабиров, он там, может быть, не понимает, как это работает. А вот врачи-то что об этом думают? Сколько людей, пытаясь звонить вместо скорой помощи вот в этот вот непонятный ситуационный центр, сколько людей потратит время зря и будет упущен шанс, например, оказать человеку помощь? Случаи, например, каких-нибудь экстренных ситуаций, инсульта, инфаркта, еще каких-то обстоятельств. Сколько людей потратит драгоценное время на то, чтобы позвонить и поговорить о ситуации вот с этими вот непонятными специалистами, я не знаю. А вообще, люди здравые, услышав вот об этой идее, задали очень правильный и простой вопрос. А вот денег дать в телефонную службу самой скорой помощи никто не пробовал? Увеличить количество операторов в диспетчерской скорой помощи никто не пробовал? А купить еще пару-тройку автомобилей скорой помощи никто не пробовал в ситуации, когда людям не оказывается скорая неотложная помощь? Вот, видимо, этим путем мы не пойдем. Это же не очень красиво звучит, это не новый какой-то центр, это не вот эта вот, значит, набегающая картинка, как нам показали из конгресс-холла, где рядами сидят девушки в красивых, значит, таких гарнитурах телефонных и чего-то там говорят в компьютер. Это простая скорая помощь, которая приезжает и оказывает людям помощь. Этим, наверное, никого не удивить. Вот, скорее всего, весь корень проблемы. Тема пандемии, безусловно, была центральной, как и все последние оперативные совещания в минувший понедельник. Соответственно, дальше слово представили господину Забелину. Максим Васильевич нам опять поведал свои весьма сомнительные цифры, из которых могу выудить очередной факт роста суточной заболеваемости. Уже 116 человек в сутки заболели, что, собственно, почти в 4 раза превышает, например, сентябрьский и августовский уровень. По словам Забелина, только 318 человек лежат с COVID-19 в больницах, из них 32 человека, 10% находятся в реанимации. Умерло, по словам Забелина, от этой страшной болезни в Башкирии всего 68 человек. И я еще раз напомню, что Башкирия является рекордсменом и лидером в Российской Федерации по игнорированию избыточной смертности, необъяснимой избыточной смертности в регионе. И эта избыточная смертность составила 100% к уровню прошлого года. То есть смертность в республике удвоилась. Также Забелин рассказал, что с 17 ноября сегодняшнего дня повсеместно в республике Башкортостан начнется раздача бесплатных медикаментов тем больным с COVID-19, которые лечатся дома амбулаторно. Эту программу запустил Владимир Путин и она вот сейчас спешно реализуется в регионах. Судя по всему, к этой программе будут подключены волонтеры Ахмадинурова, что, конечно, внушает некоторые опасения в ее исполнении. Ну да посмотрим. Также господин Забелин сообщил нам, что в республике развернуто 5800 коек под COVID-19 и загрузка их составляет 77%, что опять очень сильно отличается от статистики по Российской Федерации. Даже в самых благополучных регионах загрузка коек уже превысила 80%. В целом Хабиров охарактеризовал ситуацию в республике как стабильно тяжелую, но, слава богу, нет резкого роста вверх. Конец цитаты. В очередной раз я недоумеваю, что значит нет резкого роста вверх, когда мы от дня к дню видим прирост там иногда в 5, иногда в 7, иногда даже в 10%. Ну, остается понять, что в представлении Радио Фаридовича математически является резким или не резким ростом, но очевидно, что и рост заболеваемости, и численность заболевших, и численность находящихся в тяжелом состоянии неуклонно растет. Далее Хабиров заговорил о штрафах, но это вообще любимая тема. Я, наверное, повторюсь в который раз, отмечаю, что именно штрафы в представлении Хабирова являются единственным действенным методом вообще борьбы с чем-нибудь. Ну, то есть, как-то вот именно карательная вот эта методика является для него основной и самой эффективной. Значит, про штрафы в этот раз он сказал, что динамика есть, и каждый день за нарушение масочного режима штрафуются более 200 человек. Значит, по мнению Хабирова, во многих общественных местах заметно улучшилась ситуация, но, как говорится, это не точно. И Хабиров отметил, что если в муниципалитетах нет штрафов или их мало, то работа в этих муниципалитетах поставлена плохо. То есть, прямая корреляция между количеством оштрафованных и качеством работы подчиненных у Хабирова. То есть, и вот эта вот закономерность, пожалуй, что не вырубить топором, даже несмотря на то, что он все время причитает, что нам не нужны эти деньги, нам не нужны эти штрафы. Но, суть по всему, нужны. Завершая тему коронавируса, Хабиров озаботился празднованием Нового года. Дословно он сказал, что празднование Нового года в контексте коронавируса само по себе несет угрозу. Нам надо подумать и найти решение на этой неделе. Конец цитаты. Ну, собственно, видимо, речь идет о тех мерах, которые по московскому примеру уже готов сейчас принимать Хабиров. И речь идет о запрете или не запрете новогодних корпоративов, о запрете или не запрете работать в Новый год ресторанами и всяким заведениям, о проведении детских праздников, вообще о гуляниях, например, на улицах вокруг елочек и прочее, и прочее. Ну, безусловно, это, конечно, важная история. И, в принципе, наверное, правильно, что она обсуждается и решения принимаются, ну, хоть сколько-нибудь заранее, а не за неделю до Нового года. Во-первых, можно будет все-таки каким-то образом обеспечить и настоятельное исполнение этих мер. Во-вторых, людям заранее будет известно, что их ожидает, и они как-то там спланируют свою жизнь и свои вот эти праздничные мероприятия. Ну, в целом, конечно, ничего хорошего, наверное, нас не ждет. В том смысле, что если по московской модели, то нам почти запретят корпоративы, то есть до 11 можно будет безопасно проводить время в ресторане, а до 12 это смертельно опасно. По крайней мере, такая логика Сергея Собянина. И что-то мне подсказывает, что Хабиров готов ее скопировать. Ну, и прочие вот такие вот непонятные мероприятия, там больше троих не собираться, под елкой долго не стоять и так далее, и так далее. Ну, в общем, я думаю, что ближайшие недели нам покажут, что же нафантазировали и придумали, и что же решили в конечном итоге в нашем вот этом антиковидном штабе, или уж теперь в ситуационном центре. Я не знаю, где они принимают решения. А самое главное, я не понимаю, на основании чего они принимают эти решения. Далее все-таки поговорили о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Господин Беляев, который вернулся в эфир оперативных совещаний, рассказал о том, что ему удалось добиться того, чтобы все муниципалитеты получили паспорта готовности к зимнему отопительному сезону. Как это у него получилось, я не знаю, но факт остается фактом, что почти каждый десятый, ну, возможно, там, 15-й дом, многоквартирный дом в республике Башкортостан, не освидетельствован на предмет готовности к зимнему отопительному сезону. Однако, господину Беляеву удалось получить паспорта готовности для муниципалитетов. Что уж там произошло, я не знаю. Тут же Беляев все-таки рассказал нам об этой довольно серьезной аварии, которая случилась 12 ноября в Белорецке. Жители социальных сетей высказывали предположение, что Беляев умолчит об этом, но нет, набрался мужества. В Белорецке действительно еще не начавшийся отопительный сезон охарактеризовался вот такой серьезной аварии. 15 тысяч человек осталось более чем на 10 часов без отопления, 176 многоквартирных домов, серьезное повреждение теплотрассы, ну, в общем, такая настоящая масштабная авария с отоплением. О более мелких проблемах и отключениях там на 3-4 часа, например, в Уфе, Борис Владимирович, конечно же, рассказывать не стал, не стал тратить драгоценное время начальства, хотя эти отключения весьма настораживают. В частности, вот у меня в доме такое отключение случалось на прошедшей неделе. Дело в том, что отопительный сезон-то еще толком не начался. Еще не начались морозы, которые повышают нагрузку на вот эти тепловые сети и на электросети. В общем, еще ничего не началось, а отключения и аварии уже начались. Далее руководитель дорожной отрасли Республики Башкортостан, господин Морзаев в присущей ему совершенно печальной манере в последнее время рассказал об аварийности и смертности на дорогах. Как я и предполагал, Алан Викторович, к 25 ноября преодолеет вот эту сакральную цифру в 400 погибших на дороге. На данный момент 394 человека погибли в ДТП в Республике Башкортостан. И абсолютно очевидно, что в 2020 году, даже несмотря на то, что мы там практически два месяца всей республикой никуда не ездили и друг друга не убивали на дорогах, даже несмотря на это послабление, статистика смертности на дорогах Республики Башкортостан будет хуже, чем в предыдущие годы. И тем самым ни Морзаев, ни в свою очередь Хабиров не исполнит поручение Владимира Путина о срочном снижении этого показателя. Посмотрим. Не знаю, не уверен, что Хабиров выполнит свое обещание добиться чьей-то крови и уволить Морзаева, например, со своей должности. Больно уж ключевую позицию он там занимает. Хотя вот эти вот бесконечные кадры по укладке асфальта в снег и фактическое состояние дорог в Республике Башкортостан в принципе наверняка делают эту перспективу вполне себе желательной. Одним из вопросов оперативного совещания был такой, на первый взгляд, скучный вопрос о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости в экономике». Докладчиком был Муратов Рустам Хамитович. Но вообще меня лично очень интересуют все аспекты, связанные с производительностью труда, потому что я, например, абсолютно уверен, что это фундаментальная проблема российской экономики. Именно производительность труда может, вернее, изменение в сфере производительности труда может кардинально изменить ситуацию в экономике. И, судя по всему, экономический блок в правительстве Республики Башкортостан это тоже очень хорошо понимает. Из тех мер, которые оглашались и о которых говорил господин Муратов, меня особенно зацепила та мера, что до 50% на инвестиции в предприятие у нас в Республике можно компенсировать за счет налога на прибыль. Это такая достаточно кардинальная и, на самом деле, очень действенная мера для тех, кто понимает. Ну, если откинуть в сторону всякие обучения, семинары и прочее, без чего у нас вообще не обходится чиновничья деятельность, то те задачи, которые поставил для себя Муратов и которые, в общем-то, он уже выполнил, это повышение производительности труда в сфере действия проекта до 3 с лишним процентов. Ну, весьма такая существенная цифра. Повторюсь, именно низкая производительность труда, большая проблема вообще для экономики России и для экономики Республики Башкортостан тоже очень важная проблема. Отмечу одну странность. Этот проект будет реализовываться и в 2021 году, и, видимо, далее. Но в 2021 году из этого нацпроекта исключают, например, предприятие ЖКХ. Но включают в этот проект предприятие торговли. Вот здесь, честно говоря, я не уловил абсолютно никакой логики, потому что предприятие жилищно-коммунальной сферы и в России, и в Республике Башкортостан в частности, это предприятие с катастрофически низкой производительностью труда, с огромным количеством ручного труда. И, ну, такой, прямо скажем, достаточно бездонной перспективой улучшения ситуации в этой области. Почему исключают из этого проекта предприятие ЖКХ, для меня, например, необъяснимо. Равно как необъяснимо то, что зачем включают туда предприятие торговли, которые всегда были на передовой оптимизации, всегда искали там ходы-выходы, снижение стоимости, себестоимости, улучшение, значит, рентабельности и эффективности, а, соответственно, и производительности труда, вот им-то точно тут помощь не особенно нужна. Ну, такова федеральная повестка вот в этой области национальных проектов. Был на этой оперативке один вопрос, который, ну, прямо скажем, можно отнести только к области фантастики. Назывался он так «О готовности дорожной отрасли Республики Башкортостан к работе в осенне-зимный период». Ну, естественно, докладчиком был Марзаев Алан Викторович. Я даже цитировать не буду то, что он там говорил. Это был, конечно, бесконечный какой-то набор каша и какой-то винегрет из каких-то, значит, данных, обязательств, новостей будущего, там еще чего-то, там он купит какие-то грейдеры и прочее, прочее. Проценты, доли участия и так далее, и так далее. Очевидно, что Алан Викторович очень квалифицированный налоговик и очень хорошо подготовлен в области выдачи всевозможной перекрестной статистики, но к дорожному хозяйству отношения у него, конечно, весьма относительные. Выслушав всю эту какофонию, значит, цифр каких-то показателей и обязательств, Хабиров, между прочим, очень правильно подытожил этот доклад и обрубил господина Марзаева следующим образом. Цитирую. Ну, посмотрим, как получится у вас все эти регламенты соблюдать, а люди дадут оценку вашей работе. Конец цитаты. Тут Хабиров очевидным образом переложил ответственность за принятие решения на тех самых эмпирических людей. Видимо, ну, я даже не сомневаюсь, какую оценку дорожной отрасли республики дадут люди, если их об этом вообще-то спросят. Суть по всему, Радий Фаритович стоит перед очень трудной задачей исполнить свое обещание по наказанию дорожной сферы республики Башкортостан и руководства этим ведомством за то, что происходит в этой сфере, и дружественными обязательствами, там, братом Аланом и прочими, значит, вот этими вещами, которыми, к сожалению, так отягощен Хабиров, и это одна из его главных проблем в управлении республикой, в том, что он слишком много должен своим друзьям и товарищам, чтобы спокойно, ровно и адекватно проводить какую-то кадровую политику в республике Башкортостан. Ну, нам остается только наблюдать за всем этим, где-то немножко улыбаться, где-то немножко морщиться, потому что, ну, иногда это смешно, иногда не очень. Дополняя тему оперативного совещания, поговорим немножко о кадровых слухах, которые непрестанно курсируют в коридорах Белого дома с обоих сторон и со стороны обоих подъездов, я имею в виду и администрацию главы, и правительство. В этот раз на прошедшей неделе довольно широко разошелся слух в чиновничьей среде о том, что две прекрасные феи башкирского правительства, мадам Полянская и Ленара Иванова, написали заявление об увольнении. Причем реакция на это заявление была неоднозначная. Госпожу Полянскую в самой резкой форме оставили на месте и призвали продолжить, значит, свою трудовую деятельность. А вот госпожа Иванова, похоже, не была отказана в этом желании. И, судя по всему, пока, конечно, это неофициально, но достаточно многократно подтверждено, после Нового года, получив все новогодние пряники, плюшки и премии, Ленара Хакимовна покинет свой пост в правительстве Республики Башкортостан. Пока, пожалуй, рано, наверное, говорить о причинах этого увольнения, но многие из этих причин уже понятны и сейчас. Окончательно мы это поймем после Нового года. А вот попытка уволиться у мадам Полянской, тут, конечно, более интересная рефлексия, что же произошло, насколько это связано с вот этим новым законом, например, о земле. Очевидно, что с Нового года никаких электронных процессов по оформлению неразграниченной земли через ведомство госпожи Полянской не произойдет. И тому есть, кстати говоря, весьма веская фундаментальная причина. Дело в том, что на прошедшей неделе в правительстве Российской Федерации обсуждались аспекты электронного оформления земельных участков и всевозможных вот этих процессов и выяснил, что существует ряд законодательных препятствий для электронного оформления. Эти препятствия нужно устранять. Это такой как бы небыстрый вопрос, который должен быть полноценным образом проведен через Государственную Думу. То есть у мадам Полянской нет никакого шанса реализовать заявленную ранее систему электронного оформления земельных участков, вот этих вот неразграниченных земель. Ту систему, о которой с такой помпой было доложено Хабирову и были даны там обязательства с 1 января, все будет работать. В общем, нет. Является ли это причиной попытки уволиться, я не знаю. Либо есть какие-то другие там подводные и подземные причины, но тем не менее, госпожа Полянская попыталась покинуть правительство, но ей это не удалось. На прошлой или позапрошлой даже передаче я анонсировал там какой-то, значит, материал про нашего вот этого чудо-доктора Глеба Глебова. И очень многие меня потом спрашивали, а где он там, расскажите и так далее. Честно говоря, глубоко погрузившись в историю этого персонажа, ну ничего кроме отвращения я не ощутил. Чем больше я погружался в историю этого человека, тем, ну, больше мне хотелось отказаться от этой идеи, честно говоря. Даже соприкасаться вот с этим персонажем мне неприятно. Я обозрел всю его карьеру, там, вот эту крымскую историю, то есть, насколько близко он был там к властям Крыма, вот этого новоявленным властям Крыма, и как он участвовал там в этой всей крымской весне, как он участвовал в этих, там, значит, избирательных процессах в Крыму и прочее-прочее, почему потом перебрался в Башкирию и чем он тут занимался. Сам факт того, что, например, он ходил по всяким ведомствам еще при Хамитове, рассказывая о том, что он человек Рудика Искужина и требует там участки для каких-то спортивных школ, намекая о том, что Рудик Искужин – будущий президент Республики Башкортостана, а он его там, вот он, Глеб Глебов, чуть ли не его правая рука. Вот узнав вот об этих всех историях, мне вот, честно говоря, расхотелось сейчас даже об этом говорить. Единственное, что я хочу сказать нашим зрителям, что, ну, во-первых, даже не думайте доверять этому персонажу, это очевидно. Во-вторых, понимайте, что все, что делает этот человек, это все происходит, как бы, от мотивов и интересов партии «Единая Россия», а вы, как взрослые люди, должны понимать, что это значит. В общем, я все-таки предлагаю поставить точку и больше просто не обращать внимания на эти вещи, иначе мы все с вами тут перепачкаемся, не зная в чем. Традиционно напоминаю вам о том, что нужно ставить лайки, нужно поддерживать канал, у тех, у кого есть возможность, могут делать это материально, перечисляя нам какие-то средства на указанный счет. Остальных мы просим просто ставить лайки, подписываться, подписывать своих знакомых. Это нам очень помогает в распространении информации нашего канала, что, кстати, собственно, не единственный резерв и ресурс, судя по всему. И я хотел бы тут добавить одну вещь, как говорится, случилось странное. Завтра в 16.30 меня пригласили на эфир башкирского спутникового телевидения. Это будет прямой эфир, в котором, в общем-то, будет речь идти о каком-то интервью. Я еще толком даже не понимаю, о чем идет речь. Меня поражает сам факт этого всего. Общеизвестно о нашем взаимном, скажем так, неприятии, я имею в виду, меня и БСТ. В целом, последний раз, когда меня упоминали на БСТ, это была какая-то вот эта истерическая передача, в которой праздновали, правда, предевременно праздновали победу Зульфии Гайсиной в суде надо мной. Ну и впоследствии суд, она полностью проиграла, но вот об этом почему-то БСТ не стала делать передачу. В общем, нельзя назвать наши отношения радужными, и вдруг, значит, поступает такое предложение, и я от него отказываться не стал. Вдруг люди взялись за ум, вдруг у нас получится что-нибудь интересное. В общем, я всех приглашаю завтра, 18 ноября, в 16.30, канал БСТ, 21 кнопка. Давайте посмотрим, что у нас получится или не получится.